Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги Иисуса Сына Сирахова Для библейского портала экзегет я читаю все на дальний перевод Вот здесь прямо, знаете, такие переходы, такие практические наставления Так и видишь перед собой этого Иисуса Сына Сирахова Такого, ну, как бы сказать, резонера Такого пожилого, сурового довольно дяденьку Который, смотри у меня И тут же рядом он поэт и богослов Такой великолепный, очень юной душой Хотя потом тут же опять такого грозного старичка превращается Сейчас он у нас такой скорее грозный старичок Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки Не заводите аж бы с человеком богатым, чтобы он не имел перевесов над тобой Ибо золото многих погубило и склоняло сердца от царей Ты, главное, потише, ты ни во что не лезь Вот там богатые, сильные, славные, ты с ними не ссорься Да, но ведь только что было К бедному пристирай твою руку Как же это? О сильном не ссорься А если бедный и сильный вступили в спор И ты хочешь помочь бедному Значит, ты против сильного Но он гораздо подробнее пишет о помощи бедным Чем вот об этом нежелании ссориться с сильным Наверное, я это понимаю так Приоритет — это помогай бедному Даже против сильного Он это не разбирает напрямую Но вот бывают люди, когда, знаете, весь мир насилием и разросшим до основания Вот этого не надо А надо помогать Не спорь с человеком дерзким на язык И не подкладывай дров на огонь его Ой, вот прямо на входе в интернет надо это написать большими буквами И пока пользователь не примет это как условие входа в интернет Не пускать его дальше Не спорь с человеком дерзким на язык И не подкладывай дров на огонь его Не корми троллей, называется Не шути с невеждой, чтобы не подверглись бесчестию твоей предки Какая, собственно, связь А невежда — это человек, который не понимает, над чем можно и над чем нельзя смеяться Не осмеивай всего подряд Потому что ненароком своих собственных предков начнешь издевательски высмеивать Не укоряй человека, обращающегося от греха Помни, что все мы находимся под эпитимиями Но имеется в виду, конечно, не церковная эпитимия А скорее здесь будут какие-то ограничения человеческой природы И смотри, говорит он Если человек был грешником, но изменился Не презирай его, не укоряй Помни, что ты тоже в чем-то не прав Ты тоже в чем-то ограничен Ну, а если человек грешит и себя уже ни в чем не сдерживает Это другой разговор Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем Увы Не радуйся смерти человека Хотя бы он был самый враждебный тебе Помни, что все мы умрем Вот тоже прекрасный принцип Знаете, эту восточную мудрость Сиди на берегу и жди, пока проплывет труп твоего врага А здесь говорится, не жди Смерть — наш общий враг Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их Занимайся литературой Устной или письменной Ибо от них научишься ведению и как служить сильным Ах, опять служить сильным Вот прямо этот старичок, резонер, так проглядывает с каждой страницы Не удаляйся от повести старцев, ибо они научились от отцов своих И ты научишься от них рассудительности, какой в случае надобности дать ответ А для чего это знание? Просто вот для общего развития, как у нас принято говорить Нет, чтобы давать ответ Чтобы это знание проявлялось на деле Чтобы ты мог беседовать с людьми А иногда давать ответ — это практические действия Поступить правильно Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его Красивый образ, да, вот Что называется, подзуживать А ну давай, давай, о как, ишь ты, да А в результате разгорится сам ты, пострадаешь от пожара И не выставай против наглеца, чтобы он не засел засаду и в устах твоих То есть не выставай против наглеца Да пусть его, там, я не знаю, простейший пример Там в метро, в автобусе кто-то скандал начинает, да Не влезай в этот скандал, потому что иначе Собственно, он сядет за садой в устах твоих Можно по-разному понять Я думаю, что как бы он начнет сам говорить через тебя А ты начнешь на его языке с ним общаться и с окружающими Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя А если дашь, то считай себя потерявшим Не поручайся сверх своей силы Если поручишься, заботься, как обязан и заплатить Вот смотри, думай, кому даешь, а может не вернуть И думай, за кого поручаешься, да И сегодня есть эти банковские гарантии Там просят человек выступить поручителем Ну вот думай, что тебе платить придется Не судись судьей, потому что его будут судить по его почету Да, в том обществе такое бывало, что судят не по делу А по положению в обществе, а в нашем нет, что ли С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость Ибо он будет поступать по своему произволу И ты можешь погибнуть от его безрассудства Ну да, такие ковбой, да, которые скачут смело на индейцев А ты за ними должен скакать Конечно, это не только в прямом смысле, да Но и в переносном Вот с кем-то, кто все время рвется в бой Лучше не связываться Вот в одной команде не выступать Не заводи ссоры со вспыльчивым И не проходи с ним через пустыню Потому что кровь, как ничто в глазах его И где нет помощи, он поразит тебя Не проходи с ним через пустыню То есть там, где нет свидетелей Там, где он потом скажет Я не знаю, куда он делся Не советуйся с глупым Ибо он не может умолчать о деле Разболтает При чужом не делай тайного Ибо не знаешь, что он сделает Вот тайной информации Сохрани ее Не открывай всякому человеку твоего сердца Чтобы он дурно не отблагодарил тебя Вот гораздо подробнее, чем, скажем В книге притчи Соломонова Которую эта книга, конечно, напоминает И комментирует Гораздо подробнее и сложнее все устроено И здесь вот у нас такой Да, резонер А что будет в девятой главе? Посмотрим Продолжение следует...